Друзья, добрый-добрый вечер. Как меня видно, как меня слышно? Ставим десяточки, если видно хорошо, если не фонит. Отлично, первые десяточки пошли. Сегодня у нас с вами очень интересная тема – заказы по пути. У нас на самом деле очень такой ускоренный темп, поэтому мы работать будем с вами быстро. Информацию будем получать быстро. И на сегодняшний день у нас заявлено три спикера, которые расскажут вам, поделятся опытом, как на самом деле работают они. То есть это практика. Наверное, надо совсем убавить звук, там слышно на фоне. Так, сейчас я настрою. Смотрите, что такое заказы по пути в моем случае. В моем случае заказы по пути мы начинаем, да? Всех уже пригласили, всех позвали. Если кого-то не позвали, быстренько-быстренько зовем. Заказы по пути в моем случае – это чтобы не выделять специального времени для того, чтобы сделать свой личный товарооборот. Не секрет, что у нас в команде, у нас в компании принято делать личный товарооборот от 150 баллов бонусов. Все вы об этом знаете. На самом деле я делаю гораздо больше. По одной простой причине я это научилась делать. Но так было не всегда. На самом деле, когда мне сказали, что нужно делать личный товарооборот, я ужаснулась. Думаю, боже ты мой, как же я его делать-то буду? Я же это делать не умею на самом деле, да? И продавать-то я не особо люблю, думала я. Но тем не менее, идея мне понравилась в том плане, что если, допустим, ты продал парфюм, 200 рублей у тебя в кармане осталось. Идея заключалась в том, чтобы не вынимать деньги из семейного бюджета. Кто тоже так хочет, скажите, пожалуйста. То есть, получается, вы можете научиться делать личный товарооборот и при этом еще не вынимать деньги из семейного бюджета. Да. И вот, получается, я подумала, как же мне это сделать, учитывая, что на тот момент у меня было всего двое деток, сейчас у меня уже четверо. И ходить специально раздавать каталоги – это как-то, ну, не очень, скажем так. Это затратно по времени, да? И я, конечно же, училась у людей, которые умеют это делать. И в свое время я услышала очень интересную фразу. Девушка делилась также опытом, и она сказала, знаешь, я вот когда куда-то иду, у меня всегда каталог с собой. Я подумала, на самом деле, зачем тратить лишнее время, когда можно вот так вот везде брать с собой каталог, да? Смотрите, как делаю это я. Первое, что нужно сделать, да? С чего мы это начинаем? Например, я всегда закупаю каталоги. Минимум 10 штук. Ну, это вот прям самый-самый минимум. На самом деле, я всегда беру пачку 25 каталогов, ну, то есть, знаете, да? Причем заранее. Каталоги я всегда готовлю. Что значит приготовить каталог? Ну, вот тут у меня как раз рабочий каталог на столе, да? Ну, то есть, это значит… Так, не вижу, где камера. То есть, это значит обозначить свое имя, да, свой номер телефона, чтобы вас все-таки могли найти. Иногда на каталогах просто не пишется ручкой, наверное, знакомо, да, так и такая ситуация. Ну, я просто приклеиваю вот такой вот листочек, и все. Все просто. Причем стараюсь это делать с двух сторон. После этого я каталог хорошо просматриваю. Для чего это нужно? На самом деле, когда выходит новый каталог, выходит очень много новинок и выходит очень много интересных предложений. Согласны? И когда вышел новый каталог номер 4, да, прежде чем вообще что-то предлагать, нужно разобраться самим, а что же интересного там есть. Поэтому я просматриваю именно такой каталог, да, бумажный. И очень часто я стараюсь насмотреть информацию на сайте. Ну, вот, например, новая тональная основа, которая адаптируется, да. Она же очень интересная на самом деле, но если ты ее сам еще не попробовал, то, соответственно, как ты ее будешь рекомендовать, да. Поэтому у меня в закладочках ее первую неделю она не была. Вот. И только после того, как я насмотрела информацию, да, только после того, как я поняла, какая она классная, как она на самом деле работает, как мне правильно рекомендовать ее моим клиентам, да, теперь я ее уже на второй неделе с удовольствием рекомендую. Ну, то есть я такой человек, что я люблю быть экспертом в плане продукции. Для меня это очень важно. Поэтому ко мне люди обращаются вновь и вновь. И сейчас очень много поступает вопросов от консультантов моей команды, не моей команды, от людей на улице меня останавливают. В Вайбер очень часто прилетает информат, ну, вопрос, да, как мне подобрать цвет тональной основы. Я могу вот прям так на вскидку подобрать. Кстати, если вам нужно, обращайтесь, я вам тоже помогу. Я про новую тональную основу, да. Поэтому я делаю вот такие вот закладочки. Так, я все время камеру, камера новая, я ее теряю, да, но не больше десяти. Почему? Потому что человек на самом деле, он же потеряется, да. И я делаю закладки только тех продуктов, которые я знаю, которыми я пользуюсь. Соответственно, у меня, скажем так, нет таких вот продуктов поддельных, которые якобы хорошие, но я не пробовала. То есть я работаю вот от души, для меня это очень важно. Например, я использую эссенцию на вэйш. Кто использует эссенцию на вэйш? Девчонки, есть такие? И вот эта эссенция, она настолько потрясающая, и невзирая на то, что она даже без скидки, да, Елена, я пользуюсь. А стоит, бывает, очень недешево, но я всегда ее рекомендую, потому что она очень-очень крутая. Она содержит жидкий гиалурон, да, гиалуроновую кислоту. Она содержит морской пребиотик. Она улучшает структуру кожи. То есть вот столько всего я могу про нее рассказать, естественно, а люди у меня ее купят. Ну, дальше поехали, да. То есть я подготовила каталог, и потом, когда я выхожу из дома, в моей сумочке всегда лежит минимум один, в среднем два-три каталога. Почему это важно? Потому что, например, началось утро, я иду в сад, веду ребенка, кого я встречу по пути. Я обязательно встречу людей, которые точно так же ведут в нашу группу деток, да. Я встречу знакомых, я встречу незнакомых, я встречу консультантов. Да бог знает, кого я еще встречу. Поэтому вот каталог всегда в сумке – это вот просто основа основ. Вы всегда найдете, кому его предложить, да. Так, про это я сказала. То есть нужно понять для себя мысль вот такую вот себе в голову дать, что клиенты, они везде. А в нашем случае еще и, может быть, консультанты нашей команды. Просто вот у нас он маленький населенный пункт, соответственно, есть люди, которые, может быть, давно даже заказ не делали, да. Поэтому в моем случае это работает 100%. Я рекомендую всегда вам в сумочке держать каталог. Пошли в спортзал – у вас каталог. А кого вы там встретите? Да бог знает, с кем вы познакомитесь, правда. Вот, пожалуйста, у вас есть каталог. Как же его предложить? Давайте посмотрим. Вот смотрите, у меня получается два примера. Вот справа, у меня справа, да, если я за каталогом могу вернуться. Например, магазин. У нас открылся новый магазин. Соответственно, мне он понравился, продуктовый магазин. Я прихожу делать там какие-то покупки. После того, как я совершила, скажем так, покупку, я из сумочки. Они у меня всегда очень аккуратные, очень, ну, скажем так, немятые, да, они где-то валялись. То есть вот это вот тоже имеет значение. Обращайте на это внимание, чтобы каталоги все-таки выглядели хорошо, да. И после того, как совершила сделка, я сделала покупку, да, я всегда говорю, а у меня для вас каталог. Порадуйте себя. И важно при этом улыбаться, да, потому что, ну, на самом деле вы дарите радость, вы дарите счастье, и люди обычно очень-очень хорошо реагируют. Единственный момент, нужно обязательно, я заостряю внимание на том, что вообще по дисконтной карте скидка 20%. Ребят, вот смотрите, если у вас задача продать по цене каталога, вы можете тут уже как-то варьировать, да, но у меня в голове сейчас задача поиск новых консультантов в мою команду. Я это делаю легко. И поверьте мне, будут люди, которые даже будут отказываться, говорят, ну, нет, я по цене каталога, да, ради бога, да. Поэтому я обязательно говорю, скидка по дисконтной карте 20% от самых нижних цен, а мой телефончик есть, вы можете мне позвонить, но я завтра зайду, заберу. Все очень просто, да, то есть получается предлагаем, порадуйте себя, да, при этом говорим про скидку, в моем случае я говорю всегда, да, и говорю, что я зайду, заберу. То есть для того, чтобы у человека был какой-то укороченный срок просмотра этого каталога, да, я обязательно возвращаюсь. Но вот здесь вот очень важный момент, то, что я для себя открыла, да, важно быть постоянным. Почему постоянно? Потому что вот в моем случае, когда открылся новый магазин, это был, наверное, третий раз, когда я принесла каталог. Ну, то есть, представляете, я приношу, все хорошо, у меня каталог берут, смотрят и возвращают без заказа. Я говорю, а они просто не смотрели, то есть и там постоянно большой поток людей, то есть я вот не могу как-то вот даже поговорить с людьми, да, ну, ладно, хорошо, думаю, познакомились. Вторая попытка, то есть следующий каталог настал, да, так люди же берут, значит, еще раз. Ну, с третьего каталога был уже вот такой хороший заказ, то есть там и эссенцию заказали, и Люсию заказали, и уикенд заказали, то есть было время, когда мы поговорили. Но об этом дальше, да, как разговаривать с клиентами все-таки. И вот еще один момент, очень часто бывают ситуации, когда я не могу прийти за каталогом, ну, то есть я поехала по делам, да, может быть, это МФЦ, может быть, это паспортный стол, может быть, это стоматология какая-то, где, ну, подальше, да, от моего населенного пункта. И я понимаю, что в ближайшие 2-3 дня, неделю я туда точно не попаду, а специально за каталогом ехать, ну, как-то далековато. Поэтому в этом случае ситуация та же самая. После завершения сделки, да, что-то вы сделали, вы говорите, а у меня для вас каталог, порадуйте себя. Ну, потому что на самом деле это радость, да, и тогда я говорю, вы знаете, сегодня, завтра и в течение вот ближайшего времени я к вам не смогу подъехать. Поэтому давайте обменяемся телефонами. Вас как зовут? Вот это очень важно. То есть не надо уговаривать, не надо упрашивать, нужно просто спросить, вас как зовут? Человек говорит, Светлана, давайте я запишу ваш номер телефона. То есть в этот момент постарайтесь, чтобы у вас ручка с листочком под рукой как-то была, потому что, ну, вот это важно все-таки немножечко опережать события, да, вот. Ну, и все, и вы записали, и говорите, я вам завтра позвоню, хорошо. Ну, вы мне, кстати, тоже можете позвонить, и по дисконтной карте скидка 20%. Ну, для меня это важно, я понимаю, что мне проще зарегистрировать нового человека, да, чтобы он уже сориентировать его в той местности, где он проживает, чтобы он покупался скидкой себе, любимый, и, соответственно, в мою команду пришел новый человек. Почему я всегда говорю своим девчонкам из команды, что если у вас человек сделал заказ хороший на большую сумму, предложите ему дисконт. Потому что, значит, человек любит Арифлейм, да, ему нравится Арифлейм, он будет делать заказ с удовольствием. Он, наверное, уже когда-то это делал. Потому что, с одной стороны, да, вы хороший заказ получаете, с другой стороны, этого человека всегда может зарегистрировать другой консультант. В итоге вы потеряете и клиента, и консультанта, правильно? Поэтому не жадничайте скидкой, можно делиться и нужно делиться. И еще важный момент. Когда вы берете телефон, обязательно в свою телефонную книгу этого человека занесите. А если у вас есть группа Viber, а мы знаем, как работать группа Viber, мы знаем, что Viber, сообщество, либо чат, они работают просто потрясающе. Да, люди могут там солиться какое-то время, а потом бах и выстреливают. Вот тебе опять консультант в команду, ну, либо клиент, да. Это очень-очень важно на самом деле. Ну, и если все-таки в моей ближайшей, скажем так, в моем ближайшем населенном пункте человек говорит, ну, вот мне очень нужна помада, ну, пожалуйста, ну, со скидкой, да. Добрый вечер, ребят, кто присоединяется. Я говорю, да, конечно, ради бога, только я тебе ее точно не понесу. Либо ты ко мне придешь, либо в офисе получишь. Хорошо? Хорошо, да. То есть вот так вот я работаю лично с каталогами. На самом деле это происходит реально по пути. А летом гуляешь с ребенком, да, я не знаю, может быть, поехал в аквазон, там, еще что-то. Всегда держите каталог под рукой, пусть он лежит у вас в сумочке, делитесь каталогами, не жадничайте, потому что это вложение в наше будущее, да. Ну, сегодня купили 25 штук каталогов, но они так сработают, что только на вашем личном номере будет больше, чем 150 баллов однозначно, да, и вы сможете себе в команду найти очень много новых людей. Так, дальше мысль, которую я хотела сказать, да, каталог всегда с собой. Люди везде вокруг нас, пользуйтесь этим. И очень еще один момент, который мне хочется обозначить, как выглядите вы при этом, да. Когда все-таки девушка работает в красивой компании, с классным продуктом, внешний вид имеет значение. Поэтому, как вы пахнете, чем вы пахнете, как выглядят ваши руки, как выглядит ваше лицо, каким кремом вы пользуетесь, да, для рук, например, вынули из сумочки. Это на самом деле очень-очень важно, потому что люди за вами смотрят. Они смотрят, какой цвет у вас помады, какие у вас аксессуары, какие у вас очки, да, ну и так далее. То есть очень важно быть продуктом, продукта, да. Так, спасибо большое, спасибо, спасибо. Все, ребят, на этом все. Вот такая вот простая, но очень важная тема, которая позволяет делать личный товарооборот просто и легко.